Добрый день, уважаемые читатели газеты «Город Никополь». Сегодня, как и анонсировалось, по итогам комиссии в гостях в студии Лариса Калюжна, представитель этой же комиссии. Лариса, расскажите, что за комиссия была вообще, к чему это, и к чему вот эти наблюдательные независимые люди в коммунальных предприятиях, вообще что это такое? Добрый день, уважаемые никоподчане. Ну, комиссия это уже как следствие. Создание наглядовых рад, это обязательная такая процедура, которая рекомендована для местских рад. То есть это не закон, это рекомендация? Нет, закон, он является обязательным для державных предприятий. Для коммунных, для местских рад это уносит рекомендательный характер. Но, однако, в нашем статуте, который был новой редакцией, принят в 2017 году, в статье 13-й, участь жителей у местского саморядувания, пункт 3-й записано. «Никопольская местская рада, прямая реча, не правовызначение критерий, ведь повидно до яких утворения наглядовой рады и обовязковым у коммунальных унитарных предприятий мест». То есть это точка, да? Да, у нас было закреплено, что у нас, да, при коммунальных предприятиях создаются наглядовые рады. И уже согласно закона 14.05, закон Украины, про унесен измен до яких законов Чехаса Украины, еще до управления объектами державной и коммунальной властности, статута нашего, наша Никопольская местская рада, прямое решение про створение наглядовых рад при коммунальных предприятиях города. Решение местской рады от 30.11.18 года, в котором четко прописан порядок утворения, компетенцию, требования к независимым членам наглядовой рады и порядок сформования и цифрового полуострова. То есть по факту не выполнить этого было нельзя, да? Нет, для местских рад и для местного самоуправления это носит рекомендательный характер, но мы идем впереди, как говорится, с целью улучшения работы коммунальных предприятий, прозорости, эффективности управления, то есть для участия громады в этом направлении. А кто инициатор? Инициатор создания это Никопольская местная рада. Никопольская местная рада принимает решение о создании при Никопольских коммунальных предприятиях, то есть орган управления на коммунальных предприятиях будет на местной palette. Ну так, что очень много есть, даже не рекомендательных, а то, что не обязательно должны выполнить Мирская Рада, и они этого не делают. А в этом случае почему кто на них давит? Ну я думаю, когда принимался статут, очень много было пожеланий от общественности. Именно вот выступала общественность, и наш общественный совет тоже выступал с этой инициативой, и несколько раз мы застряли на это внимание, что да, для улучшения эффективности и прозорости в скрывании управления коммунальным предприятием, создание наглядно является необходимым. Вот по-вашему человек, который вот будет находиться, это один человек на одном предприятии или два человека? Нет, наглядно Рада, она как минимум у нас состоит из шести человек. Я понял, это Рада. А к каждому предприятию прикреплен свой, или это условность? Нет, при каждом коммунальном предприятии будет своя наглядно Рада. Шесть человек при каждом коммунальном. Сколько у нас их? У нас сегодня вот именно было проведено, вот, утверждено восемь предприятий коммунальных. Восемь предприятий, я могу их перечислить. Это коммунальные предприятия муниципального арта, Горводоканал, МЖТИ, Горавтодор, ритуальная служба, аварийно-спасательная служба, центр социальной торговли и Никопольский центр, первой медико-санитарной допомоги. То есть это первичка нашей медицинской приказы. По шесть человек в Казах будет находиться от общественности? Нет, 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 нет общественности. Там будет два человека от медицинского головы, два человека от Рады и два человека от незалежных члена. Вот этих незалежных членов и выбирали мы 27 числа путем собеседания, потом по дальнейшему. То есть два от медицинского головы уже есть, грубо говоря, да? Вторая позиция от кого? Да, вот согласно, я чётко зачитаю, как вот это звучит. До складу наглядовой Ради обовязково включается представник міського головы, міськой Ради та незалежних членов від института громадянського суспільства, обраный на конкурсных засадах, відповідно до вимог цього порядка. От міського Ради тоже есть люди, да? И теперь осталось вот это два. То есть по факту, грубо говоря, уже там большинство. Ну да, конечно, есть, да, уже своя большинство. То есть получается... Если они ещё одного запихивают своего, то, грубо говоря, у них получается всё в ёлочку склеивается, да? Ну один только будет в поле не воин или белая ворона. Ну там же понимаете, для чего создаётся наглядовый Рад? Наглядовый Рад, она имеет очень большие полномочия. Это недорачий орган, это орган для руководства предприятием. Он назначает руководителя предприятия, он следит за всей финансовой деятельностью. То есть даже... Они зарплату получили? Да, они будут... С ними заключается цивильно-правовой договор, и они будут получать какую-то определённую сумму. Это чётко... Это я процедуру в эту не вникала, потому что я... Именно сам порядок у твороги мне был интересен, поэтому... Ну я знаю, что с этими представителями будет заключаться гражданско-правовой договор. Хорошо. И что значит... Это мы выяснили для чего и что это вообще такое, да? А теперь как это всё происходило? Я был на одном заседании комиссии, на коротеньком на таком, да, снимал. После чего... Да, после чего как раз выключил камеру, и у вас там уже пошли какие-то как раз конфликты. Ну не конфликты перепалки словесные, а я как раз уже выключил. Ну, даже разговор не об этом. Что там происходило? Там я понял, что просто не приняли, перенесли... Обсудили, значит, время на когда? На 27-й или 26-й. Нет, это были установчие такие заседания, самособеседование было 27-го числа, а перед этим было 4-го, по-моему, февраля одно заседание, потом 21-го, на котором определялись термины. То есть до какого люди сдают документы, каких людей мы допускаем к конкурсу, какие полностью не сдали документы. То есть это технические моменты, всё основное происходило 27-го. А что у нас происходило 27-го? Ну, я просто хочу в преддверии сказать, что распоряжением городского головы от 17-го, 01-го, 19-го была создана конкурсная комиссия про проведение, про проведение, выбору незалежных членов наглядовых рад коммунальных техпроектов. Вот отсюда всё и пошло. В эту комиссию вошло 11 человек. То есть 3 человека от общественности, 3 человека от общественности, 2 человека от Медскоголовой и по одному человеку от каждой фракции. И, естественно, люди, которые пришли от общественности, немножко как бы не устраивали нашу власть, потому что очень долго они могли завести их состав. Так, всё проводилась переписка какая-то, всё нам отказывали, то у нас документы не в порядке, то ещё что-то. Поэтому, в конце концов, всё-таки нас ввели в состав этой комиссии, и комиссия начала свою работу. И, естественно, рабочие моменты возникали, конфликты возникали, но это всё можно было бы опустить. Ну, такой вот банальный, я не знаю, ну, то, что я был свидетелем, да, в действительности подчинённый человек и руководитель, и, ну, как он может голосовать? Ну, конечно. Вот, Лариса, расскажите за то, вот, чему я был свидетелем. Ну, понимаете, по квоте, как говорится, два человека заводятся в комиссию от мискового головы. Здесь секретарь и голова были от мискового головы. Ну, по моему мнению, секретарь вообще должен быть независимым. Он готовит документы, он приглашает людей, готовит протокол, он сидит и составляет нормально протокол. Чтобы, а уже человек должен быть, второй человек, тоже на таком же уровне, как и голова, представитель, может быть, даже зам, который имеет своё мнение, не зависит от головы, чего, и может иметь право голосовать, как он хочет, на свой рост, как говорится. А здесь был подчинённое лицо, конечно, естественно, я прекрасно понимаю человека, и я был... Чей подчинённое лицо? Нет, ну, это просто не... Говорю, что в прямом там подчинение находится, но тем не менее, тем не менее, это работник отдела кадров, она исполняла обязанности секретаря. Я прекрасно понимаю, претензий никаких нет, все мы люди, все мы понимаем, что происходит. Вот, но ещё меня даже не это поразило, а от каждой фракции были представители. И когда на первом, втором голосовании мы поняли, что люди уже чётко понимают задачу, им всё рассказано и сказано, то, конечно, было немножко грустно. Да. Что было 27-го? Вот, 27-го числа мы все собрались на заседание и начали по порядку Денному, по списку, который был выдан список претендентов, голосовать за состав каждой наглядовой ради при каждом коммунальном предприятии. Что в начале меня просто немножко так поразило, и как бы я вообще не поняла, почему в формате вот этого мероприятия мы сидим на трибуне, на трибуне сессийной залы, хотя, как бы сказать, это мероприятие такое, оно даже на равных, мы должны с громадой разговаривать на равных, а мы тут сели на эту трибуну, люди приходят внизу к микрофону, как бы не очень красиво, этот формат не предполагает вот этой трибуны. Все-таки я сказала головучим, давайте все-таки это сделаем где-то вот внизу, там истекляшки. Истекляшки. Во-первых, другой еще момент такой был в организации, не было микрофона у всех, только было слышно головучего, все остальные, их было не слышно и не видно практически, все, кто смотрел онлайн-трансляцию, да, видели, там вообще ничего не дать. Единственное, что мы попросили и добились, да, пошли на вступки, что хотя бы дали микрофон людям, которые, конкурсанты, они получили микрофон и хотя бы их было слышно. Ну вот так началось, уже с этого, как говорится, все пошло. Ну и дальше. Первая у нас была муниципальная варта и здесь один из конкурсантов не пришел на конкурс. Не пришел, но оставил письмо или заявление, в котором просит рассмотреть кандидатуру без его присутствия. Естественно, тут мы начали возражать, почему все остальные пришли, а этот человек не пришел. Тогда зачем все остальные приходят, они бы также могли написать заявление и мы бы рассмотрели бы по документам и приняли решение. Однако, головучий поставил все это на голосование, естественно, было большинство представителей конкурсной комиссии, все вопросы, которые были спорные, они тут же ставились на голосование, естественно, везде мы проигрывали. С какой бы инициативой мы не выступали. То же самое прошло и здесь. Здесь человек отсутствовал, но однозначно, слушав троих людей, из которых довольно-таки есть компетентные люди и юристы с высшим юридическим, и с опытом работы, однако были отклонены, к сожалению, но мы приняли человека, которого мы даже глаза не видели, потому что большинство проголосовал за него. Вот с этого момента и пошло, вот как мне кажется, все понятно стало, что будет и дальше. И еще вот семь предприятий, на которые уже было как бы немножечко грустно. Как-то так. И потом по Горводоканалу тоже вообще, по Горводоканалу были, пришли и подали заявление очень уважаемые, компетентные люди. Это Логвинов и Алиник Николай Иванович, который вообще проработал и замом городского головы по профилю этому, и в Горводоканале он руководил, он знает это все с нуля. Да, понимает, как там наладить работу, понимает все вот эти нюансы, которые можно, и Логвинов Юрий Михайлович тоже. Но однозначно этих людей, за этих людей не проголосовали. Лариса, а к чему тогда этот балаган весь был? Ну, к чему? Понимаете, общественность настаивает на проведении на Глядовых Радах. А чтобы их создать, это нужно иметь смелость и научиться все-таки доверять громаде и допускать ее к классе. А тут у нас немножко еще не готова наша либо власть. Да, но член Глядовой Рады, он должен именно выполнять какие-то функции, такие, когда вот он должен, может взять любую бумажку, спросить, а почему так, а почему не так. А это выбрали людей, которые чисто одобряются, будут подписывать что-то. Получается, что да. Это если здесь, я еще как бы не сильно так вот, я сомневалась, но уже когда дальше пошло голосование, и дальше, когда, понимаете, еще что меня смутило. Вот, когда приходит конкурсант, подходит к микрофону, никто не задает вопросы, кроме вот нас троих. Вот мы троем, представьте, общественность. Да у них уже и так все получилось. Ничего, у них уже четкий какой-то алгоритм голосования, они голосовали так, как голосуют Головучий. Все. Их не интересовал, что этот человек, почему этот человек пришел сюда. Ведь, по сути дела, выбираем человека по итогам собеседования. Но никому не было это интересно. Что его привело, что его интересует, какой у него опыт, как он вообще видит свою дальнейшую там деятельность. Это никому не было интересно. Сразу просто голосовали, когда мне хотелось какого-то человека даже больше как бы представить, чтобы люди услышали о нем. Ведь много замечательных людей подали свои заявления. И они ранее работали, и знают эту работу, и хотят там что-то сделать, изменить в лучшую сторону. Но, к сожалению, все... Уважаемые читатели, хочу напомнить, что можете задавать в комментариях вопросы под видео. Вот, мы их озвучим. Ну, а какие еще нюансы были? Ну, и дальше вот я хочу сказать. Каждому конкурсанту, пока мы не дошли еще до последнего коммунального предприятия, я хочу еще такой вот нюанс озвучить. Каждому конкурсанту я задавала вопрос. Вы представляете какую-то общественную организацию в городе? Являетесь ли вы членом организации? Или она вас делегировала какая-либо из организаций? На что все время усмехался наш Головучий, и все, никак не мог понять... А Головучий кто был? Да нет, Сергей Михайлович, короче, с правом его конкурсанту. Он не мог понять, почему это все происходит, и почему я спрашиваю. Хотя, однако, это было четко понятно, и везде прописано, и в типовом положении. Вот порядок утворения, правовой статус наглядовой рады, пункт 2.3, четко гласит. До складу наглядовой рады обовязково включаются представники міського головы, міськой рады и незалежные члены от институтов громадского суспільства. Обраны на конкурсных засадах, соответственно, до вымог этого порядка. И дальше есть еще такой прекрасный пункт, еще один для него хочу зачитать дословно, чтобы вы понимаете. Склад наглядовой рады, опять-таки, дублент, это пункт 4.3. До складу наглядовой рады обовязково включаются представники міського головы, міськой рады и незалежные члены делегованными громадянскими организаторами. То есть, минуточку, значит, от городского головы свои пошли, от рады свои пошли и от общественных организаций свои пошли. А у нас все были, полностью все свои там, и все. А у нас самовыдвиженцы, вот незалежные члены, у нас все самовыдвиженцы, а это является нарушением. Они должны были представлять какую-то общественную организацию. Потому что есть еще пункт такой девятый, это вот я вот его хочу тоже зачитать, там правила отзыва, отзыва. То есть, вот это наглядовая рада, по факту, просто еще одна выкачка каких-то денег, ну, на зарплаты им, как говорили. И первое, второе, это просто еще какие-то люди, которые будут одобрям подписывать. И если, грубо брать, так как у нас все происходит, да, то если, ну, кралось раньше там 100 гривен, да, и одним человеком, то сейчас будет, как раз, 150, потому что нужно еще тем 50 отдать, так или как? Ну, понимаете, не так уж это все, как бы, вы сильно утрируете. Я все-таки не думаю, что так будет в конечном итоге, но, понимаете, это все нас наталкивает на мысль, что если заводят своих людей, так, значит, есть что скрывать? Первое, второе, я имею информацию, ну, такую, что вот человека, который проходил, не буду говорить фамилии, да, ну, дабы его просто не вставить. Ему, когда предлагали, ему говорили, что вступай туда, иди в наглядовую раду, тебя протянем, а что я там делаю? Да просто, говорит, когда надо, будешь подписывать что-то и будешь копейку получать. Вот и все. Вопрос, к чему этот балаган тогда, блин? Ну, вот, первое, второе, ну, это не к вам вопрос, да? Вот, второе, вот как вы думаете, лично ваше мнение, почему так происходит? Кто виновник этой всей вот затеи? Головующий Донец, или ФИСАК, или все вместе, или это так и должно быть? Ну, естественно, что это так и должно быть. Это виновата, конечно, и власть наша, которая боится общественности. А сама общественность, которой мало боится власть. То есть, если бы вот так вот, вы как думаете, что за границей, ну, не хотели бы чиновники воровать, как у нас воруют? Хотели бы, но им не дает народ, не дает. Люди не дают. А у нас люди так, я смотрю, читаю в Фейсбуке, там, не про эту, про это вообще меньше разговора, про вот громадскую раду, да? Это, а зачем, а к чему, а почему? Да, ну, к сожалению, да, еще. Если вот так, то не надо. Ну, мне так кажется. Да, да. Где было сто рублей, что ты лежал. Ну, конечно, он довольно-таки печальную картину нам рисует, потому что в конечном итоге будут сидеть люди, которые не будут улучшать предприятие, не будут делать ее деятельность более прозрачной. А еще одна присоска. Да, это будет еще очередная какая-то нагрузка на тот же тариф того же горводоканала, по сути дела. Это же все равно идет калькуляцию расходов и вложиться на тариф, на воду нашу, на так далее. Ну, поэтому, поэтому мы хотим, вот, и обращаемся к нашим никопольчанам, заостряем на это внимание, что нужно активно, активно участвовать в жизни города. Если не мы, то кто? Знаете, вот и дальше вот я хочу обратить внимание на то, что вот такие уважаемые люди вот подали заявление тоже. Я уже автомобильной дороги, вот Горобченко Сергей Васильевич, тоже огромный опыт работы у него. И он такой лояльный, и всегда идет на помощь в любых начинаниях, и меценат в городе. По Никопольскому центру порвенной санитарной медичной допомоги это вообще было грустно. Там подали 4 конкурсанта заявления, из них Горбаненко Маргарита Николаевна. Все мы знаем Горбаненко Маргариту Николаевну как активного громадского ДИЧА в городе. Она возглавляет фонд, очень плотно работает с медициной нашей, с нашей первичкой, со вторичкой. И однако, и человека кандидатуру отклонили. Мы были, конечно, все в тихом ауте, потому что этого никто не ожидал. А где можно взять вот эти все списки? Есть они где-то выложены? Ну, сейчас же мы не будем обучивать. Нет, есть уже, я даже скачала, все протоколы. Все протоколы есть, и там есть моя особливая думка по поводу проведения, по поводу именно незалежных членов и по поводу голосования. Это все там отражено. И они уже все есть на сайте Никопольской местной рады. Я имел в виду список, кто прошел все-таки. Там протоколы, в протоколах есть все. То есть можно посмотреть и поулыбаться, да? Да, поулыбаться. Какой истерический. Идивительно весело, да, но поулыбаться. Что еще там? Пока вопросов я вижу нету. Да, ну, в принципе, вот такая ситуация, которая наводит на мысли, что власть опять-таки как бы ограждается от общественности и не дает ей в сайте начать работать. Ну, я не услышал ответа на вопрос вашего мнения. Зачем или почему? 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 Да, вот почему. Ну, кто виноват и почему? Ну, а почему у нас не приняли нашу раду, громадную раду? Тоже почему. Почему? Ну, я просто мнение и все хочу услышать. Я думаю, что власть почему-то боится общественности. Ограждает себя от нее. Хотя по большому счету... Ну, Андрею Петровичу общественность не понравилась 4 мая, да, которая была... Извините, я не выключил телефон почему-то. Сказал сам выключить, а сам не выключил. Вот он говорит, что 4 мая, да, по-моему, его там зеленкой облили, и он, когда кто это, вы или кто-то? Татьяна Славовна. Татьяна Славовна, да, задала вопрос, почему вы боитесь общественности. Он говорит, а что мне ее, типа, пригласить сюда и опять 4 мая повторить? А он не подумал, почему 4 мая так произошло? Не подумал, почему, за что? Не посмотрел на город, который разрушается? Да, 4 мая, конечно, у меня к этому тоже свои однозначные отношения. Я, конечно, не приветствую такие насильственные методы. Честно вам скажу, мне это не очень... Но это... Мне тоже было больно. Да, мне было не очень это все приятно. И обидно, что почему у нас в городе так решаются вопросы. И не решаются. Да, понимаете, и, конечно, было на это все смотреть. Когда-то, когда-то раньше еще, когда я был советником, и хотели... Вот там на вокзале была яма такая большая-пребольшая, что все никак не могли это... Я тогда говорил, что Андрею Петровичу, что нужно ее заделать. Ну, у меня уже горло было болело, а так ее заделали частным порядком, кстати, понимаешь, в таком плане. Но суть не в этом. Хотели его вот те же люди в форме, блин, да? Хотели просто, попросту... Ну, человек не выходит к людям, да? Он не выходит на свою работу. Он считает, рабочее место это кабинет, а не город, блин, да? Просто взять его, поднять вместе с креслом и отнести к этой яме, понимаешь? В принципе, криминала никакого бы не было, понимаешь, в таком плане. И попробуй, пожалуйста, за то, что тебя в люди вынесли. Ну, а других методов я просто не вижу. Если вот такие методы, как вы, бьетесь, 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 и видите, что от головы прошли свои, это по квоте, да? От рады прошли свои по квоте. От общественности ихние же люди только путем манипуляции. Ну, это что? Получается, да. Еще такой момент вот хочу озвучить. Вот я задавала каждому человеку вопрос. Вы от общественной, я повторю, вы от общественной реализации. И Сергей Михайлович тоже задает. А вы слышали этому же человеку, что нужно быть от общественной реализации? А вы знали о том? Вот, а я же хочу сказать, Сергей Михайлович, так это ваша недоработочка. Вы должны были изучить положение и донести до каждого громадянина нашего города, как подавать документы, кто может подавать документы, и как он должен это все представить, чтобы было правильно, по сути дела. И когда на установочных заседаниях нам сказали, где будут опубликованы вот эти объявления о конкурсе, оказалось, что только на сайте Никопольской межской рады. Я тогда выставила и говорю, позвольте, кто читает сайт Никопольской межской рады? Не у всех есть интернеты, ресурсы, которые могут это вычислить. У них там вроде репортер что-то... Не было ни с чего. ...платят ему... Ну, я не знаю, что там было в репортере, однако... Ну, договор есть же о том, что репортер будет, если я не ошибаюсь, будет публиковать регуляторку и другие документы. Мне тогда сказали, что на тот момент еще не было документов, подтверждающих тендер там или что? Другой вопрос. Громадческая, Никопольская правда, громадческая сила тоже должна была опубликовать. Вы понимаете, что... Ну, хмурдяк всякий публикует, ну почему вот это не опубликует? Так есть только... Понимаете, есть очень много каналов поработать с общественностью. Не обязательно, даже ладно, нет какого-то там тендера, вы не можете опубликовать в репортере. Но отдел по работе с общественностью, не по борьбе с общественностью, а по работе... У нас есть такой? Есть, вот его и возглавляет наш Сергей Михайлович, он курирует эту работу, отдел внутренней политики. Они непосредственно... То есть там не по борьбе с общественностью? Нет, конечно, отдел внутренней политики. Но я говорю, ну так, какая у него работа сейчас, то они борются с нами, по сути дела. Исходя из тех писем, которые мы получаем, подписанные Сергеем Михайловичем, то он с нами борется. Вот, смотрите, они работают квартальными, они работают в СОСББ, они постоянно, регулярно проводят встречи. Почему не озвучить это на этих же собраниях, не объяснить весь алгоритм? И я думаю, что людей было бы намного больше, и те люди подали бы правильное заявление с соответствующим протоколами от общественных организаций. Даже если нет какого-то у вас печатного издания. Вот, это наталкивает на мысль, что власти не надо, это прозрачно. Вот в чем беда. Понимаете? Работать с общественностью, это надо и необходимо, чтобы бесполком люди заходили, не ставить там турникеты, а в конечном итоге, чтобы ты как в дом свой родной входил. К любой кабинет, ты зашел в чиновнику, это сидел не твой враг какой-то там, а твой друг, который тебе поможет. Вот тогда будет правильный. Это же принцип местного самоуправления. Андрей Петрович, когда Петрович он еще был, он так и рассуждал. Вот так и должно быть, он там возмущался, когда Руслан Иванович никого-то не пускал. А сейчас почему? Да вы знаете, я не скажу, я при Руслане Ивановиче работала в этом отделе. Я не скажу, что у нас были такие турникеты стояли, или мы кого-то не пропускали. Ко мне любой человек и в обед, и в любой перерыв мог прийти и пообщаться на любые темы, и рассказать проблемы. Это преступное власть переплюнуло, прошлую преступную власть. Ну вы знаете, как говорится, сейчас все любят кивать на попередников. Я думаю, что каждый должен отвечать за себя в данный момент, а не смотреть на кого-то, кто лучше, кто хуже. Делай, как тебе подсказывает твоя совесть, и все будет хорошо. Так, давайте посмотрим еще вопросы, были или не были. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, и нужно задавать вопросы гостю в студии. Просмотров достаточно, и поделились люди хорошо, смотрят, но вопросов почему-то нет. Ларис, ну может еще что-то добавить, и полчаса эфира у нас пролетело, фух, как и нету. Вот я еще тоже хочу сказать, что у нас здесь, миска же слова МЖТИ, два человека не пришли. И не оставили якобы заявление о том, что их кандидатура рассмотреть в их отсутствии. Поэтому было озвучено и продолжен конкурс на подачу заявления. Поэтому, услышав сегодняшний наш эфир, может кто-то из общественных организаций захочет подать свои кандидатуры, потому что еще будет на одну должность дополнительно проводиться заседание конкурсной комиссии. То есть еще не закончилось. Да, по МЖТИ продолжается, еще до третьего, по-моему, квитня можно... Вы сейчас выполняете работу Сергея Михайловича, он вас попросил или как? Ну это же его работа, Лариса. Понимаете? А вы используете эфир, выполняя функции. Нет, но мне все-таки хотелось бы, чтобы работа МЖТИ была более прозрачной, туда вошли достойные люди. Поэтому, если кто-то видит в себе силы, желание поработать именно в МЖТИ, а там есть, куда направить свои энергии, жизненные силы, умения, желания, пожалуйста, подавайте до третьего числа документы и конкурсная комиссия. Я думаю, после сегодняшнего эфира будет более демократично. Все на этом, да? Да, я думаю, что все. Хорошо. Весело и быстро прошел у нас эфир. На этом будем заканчивать, уважаемые никопольчане, марганчане, покровчане. Кто не успел посмотреть, не успел задать вопрос, пожалуйста, есть еще комментарии, есть мой телефон, можете звонить. Если нужно будет, мы еще раз пригласим. Если нет вопросов, значит людям все понятно. Да, все, спасибо. Спасибо всем за внимание.